так а мы с вами идем в павильон рост не а еще в сибур пошли я не знаю работает ли сибур все туда тоже никто не заходит вот артур я приехала так сразу это не работает оснать мишка рост нефть так но просто нефть мы сейчас пойдем а все-таки сибур павильон так а где у нас история павильона вот она ну даже если не пойдем хотя бы узнаем историю павильона да так смотрите это музей востока от музей востока сибур дальше это музей востока алабян и сафариан архитекторы 1594 павильон армянской ссср был а сейчас другой в армении потом был пищевой промышленности здравоохранения в 67 году и 2019 рода музей востока изначально распозиция павильона отражала роскошь и разнообразие даров армянской земли произведения ее мастеров позднее тематике павильона была посвящена пищевой промышленности затем достижениям советской медицины павильон является одним из немногих отставшихся с 39 года его вход украшает трех нефтный портал расположенный в лоджии гладкие стены витражи обрамлены пучками тонких колон обременных розовым туфом арки объединены решетками оконных переблетов алюминиевым литья деталированными под золото изображенные металлические виноградные грозди и персики спускаются до самого пола ну да розовый туф это камень который добывается в армении и в общем то вот этот розовый туф по бокам и в общем то практически весь ереван сделан выстроен из такого камня из розового туфа давайте пойдем посмотрим красивая решетка очень красивая очень красивая попробуем заглянем зайдем зайдем не зайдем не зайдем очень красивая решетка музей востока так но историю павильона я вам рассказала в двух словах я сделаю обзорчик такой вот просто чтобы вы понимали что находится внутри этого павильона здесь значит музей востока повторюсь и ну это понимаю что здесь картины и различные предметы быта скульптуры и так далее так далее все что связано с востоком и здесь есть залы посвященная рериху сейчас мы туда дойдем но рерих он узнаваем значит здесь два зала рериха вот и оба я вам покажу ну и два зала здесь которые посуды различные там всякая утварь всякие предметы религии и так далее так далее вот и вот первый зал посвященный рериху я вам заодно показываю павильон как он выглядит вот зал святослава рериха и такой же небольшой еще с другой стороны давайте смотреть рерих вторюсь узнаваем здесь я вам сейчас покажу текст но он будет тоже идти быстро но кому интересно вы можете остановить ну все как всегда просто очень большое получается видео если это вот описание картин если каждую картину описывать если читать все что про рериха тут большая очень большой текст то видео будет вообще огромным она и так то большое очень получилось а если вот подробно то будет просто просто несмотребельно огромным несмотребельным хотя если интересно то можно и полчаса смотреть из неинтересно то и пять минут тоже покажется неинтересными то есть и 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 Литмотивом творчества Рейриха является христианская тематика. Другой зал Рейриха будет чуть попозже, он с противоположной стороны зала, с другой стороны, этот налево, тот направо, а вот здесь уже, вот как я и говорила, вот видите, такие витрины с различными предметами быта, предметами религии, ну и так далее, мебель, посуда, ну много чего, просто покажу, просто покажу, просто обзор, такой обзор этого павильона, повторюсь. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В этой витрине вот сейчас вы увидите представлены личные вещи семьи Рерихов Субтитры создавал DimaTorzok Супруга Елена Рерих Будем утверждать культуру и знамя ее знамя мира Здесь тоже ее вещи Привезенные с Востока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В 1925-1928 годах как раз вот этой экспедиции и посвящен этот зал Он назвал путевой дневник Алтай-Гималай в 1929 году И многочисленные живописные этюды стали результатом вот этих странствий трехлетних Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну вот еще один павильончик я вам показала Это музей Востока Как бы обзорненько так Обзорненько на сегодня это все Всем большое спасибо за внимание И за просмотр этого видео Я прошу прощения за неподробный обзор Ну подробный это будет очень-очень долго Просто я хочу вам показать, что находится в павильонах на ВДНХ Чтобы вы просто экономили время Если вам понравилось, заходили Не понравилось, не заходили Потому что вот люди сейчас проходят мимо этого павильона Они не знают, что там внутри Я вам показываю, что внутри Если вы будете на ВДНХ Если вам захочется увидеть, что внутри Вот то, что я вам показала Заходите А я с вами прощаюсь Всем желаю здоровья, добра, удачи, благополучия Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки, комментируйте Всем здоровья А я иду дальше Пока-пока До следующего видео Увидимся